После задержания курьера с особо крупной партией синтетических наркотиков, дальневосточные транспортные полицейские смогли обезвредить тематический оптовый интернет-магазин федерального масштаба. Это самое начало истории. Прибытие курьера с 10 килограммами энметилэфедрона. Он приехал в краевой центр поездом из Москвы. Схваченный с поличным не стал рассказывать сказки. Какой целью вы привезли наркотики в Хабаровск? Положить. Осуществить закладку, да? Да. И сумму, за которую вы согласились осуществить? 300. 300 тысяч рублей, да? Да. Свертки мужчина должен был разложить по заранее условленным тайникам, из которых вещества должны были забрать следующие звенья преступной цепочки. Это жители Хабаровска, фасовавшие полученную оптовку на более мелкие партии для распространения в районах. Учитывая сотрудничество курьера, полицейские расставили сети. Было принято решение провести оперативную комбинацию, направленную на установление задержания всех лиц, входивших в данную преступную группировку. Уникальность данной операции заключалась в том, что мероприятия по задержанию фигурантов проводились одновременно на территории четырех субъектов Российской Федерации. Это город Москва, Курская область, Хабаровские и Приморские края. Закладки были сделаны, тайники располагались за пределами города в Хабаровском районе. За посылками пришли. Забирающих товар молодых людей, сидящим в засаде оперативникам, даже удалось запечатлеть на видео. Таким образом удалось выловить пятерых дальневосточных представителей запрещенного интернет-магазина. Обыск по местам их проживания принес весомый улов. В одной из квартир был склад, где получившие килограммовые отправления пушеры дробили их для отправки в Комсомольск-Наамурии и Владивосток. Здесь был сопоставимый запас метилэфедрона разных сортов. Снежок, елоу и кристаллы свыше девяти килограммов. В список изъятого попало и оборудование для производства наркотика на месте. Это весы, химическая лабораторная фурнитура, компрессор, пакеты с брендов интернет-магазина. Использовать техподельники не успели. Предполагается, что они ожидали прибытия компонентов для варки. Это была чисто молодежная артель, участники которой дебютировали в преступном мире. Появлялись молодыми людьми в возрасте до 30 лет. Никто из них ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадал, к уголовной ответственности не привлекался. Ну и в ходе работы с указанными людьми поясняли, что толкнул их на преступление. Это жажда быстрой наживы, быстрого заработка. Участники ОПГ обвиняются по самой суровой, пятой части 228-й статьи Уголовного кодекса. Им грозит от 15 до 20 лет колонии с миллионным штрафом. С места происшествия Виталина Кондрахина Юлия Рябцева по материалам транспортной полиции. Продолжение следует...